То, о чем я начал говорить, что впереди искушения ждут нас. Выходите из них победителем, с этих искушений. Не поддавайтесь им. Знаете, искушение – это попытка сбить с правильного направления. Искушение – это старуха Шапокляк, помните, которая все знаки переставляла, чтобы не туда поехали. Вот это искушение. Дьявол выступает в роли такой силы, которая хочет развернуть нас от Бога в ад. Хочет развернуть. Потому что мы совершили побег из царства тьмы, в царство света. А дьявол хочет вернуть туда, опять туда, в это болото. Опять нас этими привычками связать, сковать, чтобы мы рабами были. Похоти и всего. Понимаете? Поэтому наступит такой момент, когда вы ощутите, что христианство – это не одно только вот это внутреннее комфортное состояние Духа, мир. Нет, это еще работа. Говорят, у порога сердца твоего лежит грех, и он тебя влечет. Я это обычно говорю людям, которые хотят похудать. Я говорю, вот лежит грех, и он тебя влечет. Там шашлык или что-то. А ты господствуй над ним. Чтобы не упасть в искушение. Знаешь? Вот это суть такая наша. Он будет господствовать. Он будет тянуть нас к себе грех. А ты имеешь право сказать, нет, нет, не буду делать, не буду говорить. Почему так? Потому что Бог тебя освободил. Ты уже не раб, ты уже свободный. У тебя воля свободна. Ты можешь вернуться опять на старую дорогу. Можешь, потому что ты свободный. У тебя выбор. Если раньше выбора не было, мы родились, и наши отцы были, и деды наши рабами были, и мы рабами. И дед развелся, три раза женился, и отец развелся, пять раз женился, и я уже третий раз, да? Ну, это что это такое? Это рабство. Это вот то, что дьявол культивирует. А мы сказали, мне, стоп, стоп. Я не пойду по этой пути, по этому пути. Я буду любить жену свою. Она моя, мать моих детей. Она дана Богом мне. Все. Я буду заботиться. Понимаете? Вот это противостояние от искушения. Это в реальной жизни.